В столице Кубани состоялось открытие Екатеринодарского отделения Всемирного Русского Народного Собора. В мероприятии приняли участие духовенство митрополии, представители администрации края, общественных объединений, высших учебных заведений и Кубанского казачества. От общественной организации Всемирный Русский Народный Собор принял участие председатель общества Царьград Константин Малафеев. Всякое доброе дело полагается начинать с молитвы. В Свято-Екатерининском кафедральном соборе состоялся молебен, который совершил митрополит Григорий в присутствии архиереев, духовенства, епархии и участников мероприятия. Сегодня в Екатеринодаре открывается региональное отделение Всемирного Русского Народного Собора. Всемирный Русский Народный Собор – это международная общественная организация. Собор всегда объединяет единомышленников. Что же объединяет тех, кто входит в состав Всемирного Русского Народного Собора? Объединяет их прежде всего любовь к нашей Родине. В ходе заседания учредительного собрания был определен состав правления под председательством митрополита Григория, в который вошли все правящие архиереи митрополии, атаман кубанского казачьего войск Александр Власов, заместитель губернатора Игорь Чегаев, представитель ЗСК Андрей Горбань и духовенства города Краснодара. Протерей Александр Игнатов, настоятель храма Рождества Христова, руководитель отдела религиозного образования и катетизации Екатеринодарской епархии. Протерей Иоанн Гармаш, настоятель войскового собора святого благоверного князя Александра Невского. Работа Русского народного собора направлена на содействие духовному, культурному, социальному и экономическому возрождению России и русского народа, укреплению национальных духовных ценностей, традиционной семьи и сохранения веры. Эта идеология естественная, это идеология отечества, народа, церкви, духа, веры, нашей культуры, наших истоков, которые мы защищаем против всех тех, кто сейчас на них оболчился, извне и изнутри. Поэтому я вот к тому, что этот заказ уже есть. После перерыва в Кубанском аграрном университете состоялся первый форум Народного собора, в рамках которого с презентации книги «Империя» выступил Константин Малафеев. В своем выступлении призвал более широко посмотреть на историю России. А у России великая история, которую забывать нельзя. Солдат на поле боя своей жизни доказывает, что он предан до конца, до смерти. Совещение приходит на свое место до конца, до самой смерти. И именно поэтому сейчас, когда наш главнокомандующий Вадим Владимирович Путин 9 мая на параде победы, освященный 77-летию победы в прошлой Великой войне, где мы победили коллективный запад, говорит о том, что мы никогда не откажемся от любви и крови, от веры и традиционных ценностей. Во время форума выступил известный философ, политолог, общественный деятель Александр Дугин. Мне кажется, это уникальное время, которое тот кошмар, тот кризис, тот ужас, в котором мы живем, для нас обнажил. И поэтому наше время из самого, может быть, трудного и темного становится самым невероятным, самым обожественным, когда из тьмы начинают проявляться лучи внутреннего света. После ответов на большое количество вопросов, форум завершил свою работу. Возрождение России и русского народа, укрепление российской государственности, семьи и духовно-нравственных основ – вот главные задачи Краснодарского отделения Русского народного собора, открывшегося в эти дни на Кубани.